В Финляндии путешественникам предлагают множество туристических маршрутов. Один из них называется Смоляной путь. В былые времена смолу, ценный продукт финских сосновых лесов, доставляли по воде на смолиной лодке. Лодки с легкостью преодолевали сильное течение и пороги реки. Для транспортировки смолы был разработан специальный тип лодок. Мне предстоял путь на длинные лодки в 11 метров. Их начали изготавливать уже в 16 столетии. Это были узкие лодки до 15 метров, в которых умещалось 30 бочонков смолы. Мы едем в Национальный музей деревянного зодчества по реке Оулуёки на финской лодке, смолиной лодке начала 19 века. В этот период времени Финляндия занимала большое значение смолиной промышленности и лидирующее положение в экспорте товара. Смолу поставляли в Англию, Голландию и Бельгию. Черное золото переправляли в порт города Оулу. Путь по воде занимал от трех до пяти недель. Смоляная лодка стала одной из местных особенностей быта. В 19 веке переправляли на экспорт 80 тысяч бочек смолы в год. Кроме того, история этого смоленого маршрута неразрывно связана с национальной культурой. Итак, историческая лодка доставила меня к месту назначения на остров Туркан-Саари. Высадив всех пассажиров на берег, проводник отправился в обратный путь. Музей под открытым небом был основан в 1922 году с целью сохранения финского деревянного зодчества. Музей, посвященный сельской культуре, насчитывает свыше 40 зданий. Музей, посвященный сельской культурой, насчитывает свыше 40 зданий. Каждая представляет отдельную экспозицию. В прошлом это была деревня с большой торговой площадью. В начале 20 века здесь было решено устроить музей. Людей переселили в другие районы, а дома оставили. Позже сюда свезли со всей окрестности другие постройки, более древние. Таким образом, сегодня можно увидеть жилые дома и хозяйственные здания, созданные еще с 17 века. В Финляндии использовались три типа ветряных мельниц. Здесь, в музее, представлена самая старинная и распространенная мельница-столбовка середины XIX столетия. Подобные мельницы делали так. В землю вкапывали столб, а вокруг него ставили сруб. На сруб сооружали амбар с крыльями. Внизу устанавливали бревно-воротила для поворота амбара вокруг своей оси, чтобы ветер вращал крылья. Приводы и жернова располагались в верхней части мельницы. На территории музея находится построенная в 1694 году церковь и дом священника. Они являются самыми значительными в историческом плане построениями в Туркасааре. Это церковь XVII столетия, которая сохранилась до наших времен. Конечно, она была отреставрирована в XX веке. Сегодня здесь проходит богослужение и венчание финских молодоженов. О первоначальном интерьере церкви нет никаких сведений. Долгое время, почти сто лет, она служила конюшней и складом для древесины. Резные украшения алтаря и церковную кафедру создавали по образцу другой финской церкви. Здесь имеются две доски, на которых начертаны найденные на стенах здания инициалы строителей и подписи священников. Этим надписям более 300 лет. Их бережно хранят. После реставрации церковь была освящена повторно в 1925 году. Кроме того, на территории музея можно познакомиться с бытом сельских жителей. В домах сохранена крестьянская утварь и обстановка того времени. Все находится в рабочем состоянии. Остров Туркансаари – исторический район пригорода Оулу. В прошлом в этой деревне располагалась большая торговая площадь вплоть до конца 18-го столетия. А это старинная молочная пристань. В былые времена хозяин, подаив корову, оставлял бидоны с молоком. И уже проезжающая повозка забирала эти бидоны и отправляла на ярмарку. На большой рыночной площади торговали местными сельскими продуктами. Экскурсия по музею ознакомит посетителей со всеми премудростями смолокурения. Курение – ремеслом, которым гордится Финляндия. По праздникам здесь устраивают соревнования по бегу на плавающих бревнах. Главная цель забавы – столкнуть противника в воду. Музей для посетителей открыт все летние месяцы. Стоимость билета для взрослого – 3 евро, для студентов – 1 евро. Лицам до 18 лет вход свободный. Финский геопарк Рокуа – самый северный в мире. Существует под эгидой ЮНЕСКО. Занимает территории 1300 квадратных километров. Офис Супа является туристическим центром геопарка. Здесь можно получить всю необходимую информацию об активном отдыхе в этой местности. В Супа действует выставка «Роко. Остров. Забытый море». Она знакомит с геологией региона и природой с самого начала ледникового периода. Ландшафт, флора, фауна и народная культура тесно связаны с историей региона. Геологические события оказали влияние на формирование ландшафта с течением времени. Исключительный состав почвы отразился в растительности. Здесь имеются большие территории светлого мха – ягеля. Оленьий мох морозостойкий. Растет очень медленно, всего 3 мм в год. Для восстановления пастбища после выпаса оленей требуется 15 лет. Чтобы избежать истощения пастбищ, дикие северные олени постоянно мигрируют. Ягель содержит в себе сильный антибиотик, который сдерживает рост гнилостных бактерий. В старину, когда не было холодильников, лишайникам обкладывали мясо, чтобы оно не портилось. Центр супы является также отправной точкой для ознакомления многих маршрутов по тропам Рокко. Для туристов здесь разработаны маршруты по национальному парку с собаками. Хозяин собачьей фермы, в которой живут 150 ездовых хасок, специально для нас привез двух питомцев. Прежде чем отправиться на пробежку с собаками, стоит с ними подружиться. Голубоглазая хасочка. Она приехала с севера, с руки, с Лакландии, для того, чтобы поучаствовать в видеосъемке здесь. Издовые собаки-хаски только и ждут, когда их поставят в упряжку, чтобы бежать. Это необыкновенно умные животные. Хаски не любят одиночество. Они дружелюбны и общительны. Их предназначение – тянуть. Благодаря своему темпераменту и выносливости к разным климатическим условиям, хасок используют не только как ездовых собак, но и для сопровождения в путешествиях на очень дальние расстояния. Вид спорта каникрос означает передвижение, бег по пересеченной местности с собакой. Собака тянет бегущего человека вперед, придавая ему скорости. Руки при этом остаются свободными. Человек соединен с собакой специальным тросом, который с одной стороны крепится на ездовую шлейку собаки, а с другой – на поезд бегущего. Быстрые хаски помогут вам на трудных подъемах. Такие прогулки рассчитаны на 2-3 километра. Короткий маршрут подойдет для всей семьи. Стоимость такого путешествия – 30 евро для взрослого, 15 – для детей. Пробеги с собаками популярны и в зимнее время. Зимой это увлечение называется скейджоринг, а летом – просто бег с собаками. Со временем проникаешься любовью к дружелюбным хаскам. Я хочу поблагодарить мою собачку Фаню, которая помогала мне бегать по лесу. Ну, посмотри, посмотри, мой хороший. Красавец, красавец, красавец Фанюшка. Приветствую вас, самарчане. Приглашаю в регион Рокко. Здесь есть летний туризм. Можно плавать на каное, гулять под специальным тропом, кататься на велосипедах, собирать грибы и ягоды, отправиться на рыбалку. Разработаны интересные программы «Хаски Хайкинг». Приезжайте к нам. Пока-пока, самара. Вечером меня ждал прекрасный ужин в хижине около лесного озера. Здесь можно устраивать пикники, обеды, чаепития и романтические ужины. Хижина может вместить более 20 человек. Титулованный шеф-повар региона Рокко Эско Халапайнин специально для нас приготовил изумительные финские блюда из экологически чистых местных продуктов. Шеф-повар оказался еще заядлым грибником. На первое предлагают сливочный суп из белых грибов, который является традиционным блюдом в Финляндии. На второе было сделано простое, но вкуснейшее творение местного повара. Рябушка – распространенная рыба в финских озерах, но, несмотря на это, сами финны любят это блюдо и считают его деликатесом. Обжаренную до хрустящей корочки рябушку можно есть с косточками и щелкать, как семечки. Над третьим блюдом повар особенно колдовал. Это национальный десерт – лапланский сыр. Его еще называют хлебный сыр. Его делают из коровьего молока с добавлением оленьего и козьего молока. Твердый сыр поджаривают на сковороде до смягчения, обычно с морошковым вареньем. Ягоды, конечно, собраны в местном лесу. Десерт получается кисло-сладким на вкус, да еще на открытом огне с дымком пальчики оближешь. Всю эту красоту и вкусноту советую обязательно увидеть и попробовать, когда будете путешествовать по Финляндии. Финляндии Финляндии